И в продолжении темы сейчас мы хотим рассказать о красивой и многодетной семье, в которой шестеро детей и трое из них тройняшки. В день матери в гостях у семьи Хубиевых побывала Мадина Каракетова. В детском саду «Радуга» оживленно готовятся к главному празднику всех мам и детей – Дню матери. Мы попали на репетицию финальной песни утренника, посвященного мамам. Таулан, Таимурад, Тамерлан, Хубиевы, воспитывающиеся в этой группе местной знаменитости, ведь они тройняшки. Я горда, что у меня в группе есть тройняшки, у меня еще есть двойняшки в группе. Очень веселая у меня группа. Ребята очень активные в группе, любознательные, всегда стремятся быть первыми, скажем так. Мы часто с ними проводим сейчас средняя группа, они уже всем по четыре года. Стараемся проводить часто с ними занятия. На занятиях ребята стараются поднимать ручку, что-то отвечают. Уже как-то с тех пор, как начали разговаривать, уже хорошо себя вот прямо в группе чувствуют. Воспитатель признается, что ей не всегда удается различить тройняшек, и приходится у каждого спрашивать имя, прежде чем к ним обратиться. Сегодня у тройняшек праздник. Старшая сестра Амина забирает из детского сада раньше, чем обычно. Повод прекрасный. Семья ждет гостей. У ворот неизменно своих мальчиков встречает любимая бабушка Полина. Когда мне сказали, что ожидается тройня, я даже растерялась. Первая мысль была, как же мы справимся. А потом, когда их принесли домой, моему счастью не было предела. Егели дожидаюсь, когда их вечером заберут из детского сада. Вот так у вороты жду. А бывает, сама сяду с сыном вечером и иду лично забирать. Не скрываю ни от кого. Это троица – мои самые любимые внуки. Они – моя душа. Другие внуки к малышам не ревнуют дельца Полина Хубиева, потому что тройня Таулан, Тамерлан и Таимурас – всеобщие любимцы. Всего в семье Хубиевых шестеро детей – две девочки и четыре мальчика. Поэтому в семье всегда звучат поздравления с Днем матери и с Днем сыновей. Вот и сегодня приехала любимая тетя Фатима. Шустро разобрав подарки, троица убежала играть. Вот оно счастье, говорит мама детей Лиза Хубиева. Она признается, что даже и не предполагала, что станет многодетной мамой. И это и вправду ни с чем не сравнимое чувство. Поначалу в детстве, конечно, тяжело было. Очень тяжело было за ними смотреть. Ночью особенно они высыпались. Ну, сейчас более-менее. Ну, сейчас мы тоже вот такие шумные. Бегаем за ними. Ну, стареть не будем, болеть не будем. Некогда. До рождения тройняшек у Читы Хубиевых Лизы и Мурата уже было трое детей. Дочери Милана Ямина и сын Тимур. Со следующей беременностью родители загадывали еще одного сына. Но ультразвуковое обследование показало аж троих. Я была, конечно, в шоке. Была в шоке, но потом постепенно уже привыкла к этой мысли. Все обошлось, слава богу, все хорошо. Старшая дочь Милана вспоминает, какие непередаваемые эмоции испытала, узнав о предстоящем пополнении. У меня был истерический смех и шок. Ну, я была очень рада, знаете. Ну, до последнего не верила в это. Я думала, врачи ошиблись. Это какая-то ошибка, там два ребеночка. А их там три одинаковых человека. Помню, я маме позвонила в тот день, когда они родились, спрашиваю. Ну, что, мам, как дела? Она такая, все хорошо, родились. Принесли домой. Маленькие такие были. Если честно, да, первое время было очень тяжело. Но мы старались помогать маме, как могли. Я помогала, Амина помогала, папа помогал. А как раз вы были обязанности? Ну, до четырех месяцев, получается, все трое спали с мамой. А потом в пять месяцев я одного к себе забрала. И ночью я за ним смотрела, кормила. Вот. Днем один тоже с бабушкой находился, самый маленький. А это самый старший. Сегодня малышам по четыре года. Они растут очень активными и любознательными. Помимо всевозможных игр, Таулан, Тимирлан и Этаи Мураз очень любят разглядывать картинки, слушать сказки и задавать массу вопросов, на которые старшие не всегда находят ответы. Я очень рада, что у меня так много братьев. И моя любимая сестра, она одна, но нам в доме тоже хорошо. А братья – это огромное счастье, которое, я не знаю, вот так вот к нам в дом попало. Таким вот чудесным образом. С ними весело, каждый день играемся, помогаем маме, как можем. Ну, если бы их не было, я уже не представляю свою жизнь без них, без Таи Мураза, Таулана и Тамирлана. И Тимура. Тройня на одно лицо, что даже родители и старшие дети не всегда их могут отличить друг от друга. Но несмотря на внешние сходства, характер у них совершенно противоположный, рассказывает мама мальчиков Лиза. Ну, вот у меня на руках Таи Мураз сидит. Он такой добрый, но в гневе довольно такой чувствительный товарищ, начинает сразу выговаривать. Этот Тау Мураз, вот, он самый маленький, родился, кило 950 он был. Таи Мураз был 2440, Таулан самый большой был 2500. Ну, Тау Мураз такой прямолинейный, а этот самый такой хитрый. Таулан у нас такой подходливый, и тут нашим, и вашим. Ну, и, конечно, и голоса немножко разные. Так со спины плохо различаю. А лицо, конечно. Каждый ребенок это дар от Всевышнего, считает Лиза Хубиева. Каждый рождается и проходит свой путь. И это прекрасно наблюдать за этим прекрасным процессом, радоваться успехам ребенка, быть опорой в сложные моменты, будь то разбитая коленка, двойка по математике или создание им собственной семьи. И самая прекрасная музыка для матери – это голоса ее детей, самые прекрасные чувства их объятия. В этот прекрасный день хочу пожелать и своей мамочке, и всем другим мамам здоровья, и самое главное – терпение. Терпение – это ваше второе имя. Спасибо вам большое за то, что… Спасибо тебе большое, мамочка, за то, что вырастила меня такой… И вырастила своих сыновей такими хорошими и добрыми детьми. Я надеюсь, в будущем мы оправдаем твои надежды, и все дети матерей оправдают их надежду, и подарят своим мамам хорошую, счастливую, долгую жизнь. И слова благодарности, идущие от чистого детского сердца – самая большая награда для любой матери. Большая семья – это прекрасно, признается мать семейства Лиза. Особенно она любит теплые домашние вечера, когда все заботы и вопросы остались где-то там в уходящем дне, а ее дружная семья собирается за одним столом. Во главе стола свое место неизменно занимает бабушка Полина. Дети делятся впечатлениями от ушедшего дня, рассказывают о своих маленьких победах, расхваливают самые вкусные блюда, которые готовит самая лучшая мама в мире. У самой Лизы есть прекрасный пример многодетной семьи и образцового материнства. Женщина, которая многому ее научила, в том числе и быть хорошей матерью. Я хочу вот в этот день матери поблагодарить свою свекровь. Если бы не она, ее забота, я с этими шестерыми, конечно, не смогла бы сразу сладить. Это да. И у нашей бабушки огромная семья. Шестеро детей, 23 внука, вот это я хотела сказать. 34 правнука. А всем женщинам мама шестерых детей Лиза Хубиева желает не бояться быть мамами. Ведь именно в этом призвание женщины и дети составляют основу женского счастья. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачево-Черкесия, Прикубанский район.